Воздушная тревога прозвучала в Белгороде. Взрыв повредил здание торгового центра. Сообщают о гибели шести мирных жителей. Также есть раненые. Известно, что взрывов было несколько. В городе работала система ПВО. Что именно стало причиной взрыва, у торгового центра пока неизвестно. В центре Москвы произошел пожар. Загорелись три здания. Известие холл. Ни одно из них не эксплуатируется. У одного из зданий обрушился металлический купол. Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров. О причинах возгорания официально ничего не сообщалось. В Новосибирской области новая коммунальная авария. В Куйбышеве прорвало теплотрассу и по традиции жители остались без отопления в мороз. Видео красивое. Ситуация не очень. В центре Волгограда утонула в грязи приемная Единой России. А рядом потек избирательный штаб Путина. Здание амфитеатра, где находится штаб, не выдержало оттепелей. Его построили всего два года назад за 215 миллионов рублей, но фасад намок сразу, как только потеплело. Впрочем, какие кандидаты, такие и здания. Тем временем подготовка к фальсификациям идет полным ходом. В Новосибирске соцработников призывают писать заявление о дистанционном голосовании через госуслуги. ДЭК продвигают также через медицинскую информационную систему Новосибирской области. Сотрудникам приходят письма от техподдержки. И снова проблемы с самолетами. Рейс авиакомпании «Алруса» совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неполадок. Самолет должен был лететь в Якутию, но после взлета вернулся обратно. На борту находился 171 человек. Повторный вылет авиакомпания назначила на полдень, но затем вновь его перенесла. А у сухого суперджета отказал один из двигателей прямо в полете. Самолет летел из Москвы в Петербург, но почти сразу после вылета произошла поломка. Пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Санкции, ограничения, невозможность расчета в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолетов, санкции во всем, везде. Самое большое количество санкций в мире, которые применяются, это применяется против России. Готовятся ввести штрафы за бесплатную раздачу просроченной еды населению. Некоторые фонды и благотворительные организации безвозмездно передают продукты питания нуждающимся, а торговые сети не платят налоги за товары с истекающим сроком годности, если отдают их фондам и НКО в качестве социальной помощи. Теперь ядросы подготовили проект, запрещающий раздавать просроченную еду населению. Штрафы для юрлиц будут достигать 300 тысяч рублей. Ночью беспилотником была атакована нефтебаза в Курской области. Склад с топливом находится в деревне Полевая. Это в 100 километрах от границы с Украиной. Пожар охватил цистерну объемом 100 тонн. Пожарные быстро локализовали пожар. Никто не пострадал. Ночью ракетному удару подверглись украинские города. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны в Киевской области средствами ПВО. Ракеты были уничтожены. На месте падения одной из них образовалась вот такая просто гигантская какая-то воронка. Посмотрите, деревья аж снесло. Во Львове попадание по городу. Взрывной волной выбиты окна в домах. Три человека пострадали. В Полтавской области есть попадание по складскому помещению. В Миргородском районе возник пожар. Пострадавших нет. В Запорожье попадание по инфраструктурному объекту. Пострадали четверо людей. Повреждены многоквартирные дома, учебное заведение и торговый какой-то объект, магазин, наверное. Также взрывы были в Днепре, Луцке, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской областях. Были использованы 24 баллистические и крылатые ракеты. Средствами ПВО были сбиты 13 целей. В Харьковской области две ракеты С-300 попали в двухэтажный жилой дом в поселке Великий Бурлук. Под завалами погибли два человека. Еще семь получили ранения. Российские вооруженные силы не бомбят города. И об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется. Несколько ярких вспышек и грохот взрывов. Примерно в 6 утра жители Ялты, Мисхора и Алубки разбудила канонада со стороны Черного моря. От взрывной волны в некоторых домах в Алубке открывались окна. Главное управление разведки и Вооруженные силы Украины опубликовали видеоатаки на большой десантный корабль «Цезарь Куняков» ударными морскими дронами «Магурова-5». Корабль получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть, сообщили украинские военные. Какое-то время на корабле наблюдался огонь. К нему подошли спасательные суда. Но вскоре звучат новые взрывы. В небе кружат вертолеты. Ведется поисково-спасательная операция. Экипаж жив, сообщают «Зет-каналы». Но украинская разведка публикует радиоперехват сообщения пилота. На месте – обломки и масляное пятно. Представитель украинской разведки не скрывает своей радости. Такая успешная операция, когда «Цезарь Куняков» теперь на дне, и все от этого довольны и радуются. «Магура» – это мощный украинский бренд. Точно более мощный, чем все российские так называемые «большие десантные корабли». Корабль мог перевозить боеприпасы Тамбовского порохового завода. Однако от удара дронов мог сдетонировать и собственный боекомплект. Большая часть экипажа погибла, сообщает украинская разведка. Кремль отказался комментировать информацию об уничтожении корабля. «Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства оборудования. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу». Большой десантный корабль «Цезарь Куняков» спущен на воду в 1986 году. Он был построен в Гданьске. Штатный экипаж – 87 человек. Корабль может брать до 150 десантников и 10 средних танков с экипажем общим весом до 700 тонн. Летом 2008 года «Цезарь Куняков» был флагманом группы российских кораблей в войне с Грузией. После российского вторжения весной 2022-го в результате атаки ВСУ на порт Бердянска «Цезарь Куняков» получил повреждение, а корабль «Саратов» того же типа затонул. Тогда погиб командир «Цезаря» Александр Чирва. Одна почти мистическая деталь – «Цезарь Куняков» – это имя героя Советского Союза, который погиб в 1943 году, тоже 14 февраля. Из больших десантных кораблей, находившихся к началу войны в Черноморской акватории, в строю остается пять. Всего за два года войны Россия потеряла минимум 15 кораблей, один катер и подводную лодку. Это треть Черноморского флота. Уцелевшие корабли вынуждены укрываться. Вот в этом и прощу. Гибель очередного российского корабля вызвала бурю негатива среди «Зет-Военкоров». Естественно, сейчас появится много постов о том, что британцы все продумали, а американцы следили с беспилотникой, наводили морские дроны. Да, скорее всего, так и было. Но я, мягко скажем, в недоумении от Черноморского флота, раз за разом пропускающего атаки на боевые корабли. Про командование Черноморского флота среди подчиненных ходят не самые лучшие отзывы. И это еще можно было бы списать на обычное брюжание, если бы не факт систематического огневого поражения объектов Черноморского флота со стороны ВСУ и коллективного Запада. Можно констатировать, что текущее командование Черноморского флота полностью соответствует в профпригодности своим не менее славным предшественникам из 2022 года. Корабли флота до сих пор не обладающие никакими адекватными угрозе средствам, противодействия расстреливают, как куропаток. Между тем, недавно стало известно, что Следственный комитет России приостановил уголовное дело по факту гибели крейсера «Москва». Флагман российского Черноморского флота затонул 14 апреля 2022 года, вскоре после попадания в него украинских ракет. Точное количество погибших моряков неизвестно. Российское оборонное ведомство заявляло о гибели одного члена экипажа и 27 пропавших без вести. Впрочем, в СМИ появлялась другая цифра – 40 погибших моряков. Потерь в вооруженных силах России нет. Урон от самих себя больше, чем от Украины. Российские пропагандисты подтверждают потерю большого десантного корабля и не могут поверить, что с этим успешно справляются украинские силы. Пропагандисты недоумевают, почему Россия за два года войны так и не придумала, как бороться с морскими беспилотниками. Второй российский корабль за две недели и 14-й с начала войны. Российские зэдблогеры недоумевают, как Украине удается уничтожать непотопляемый Черноморский флот. У турбопатриотов много вопросов к руководству. Один из них – почему корабли стали столь легкой мишенью для врагов? Корабли флота, до сих пор не обладающие никакими адекватными угрозе, средствами противодействия расстреливают, как куропаток. Не хотелось бы лить воду на мельницу противника, но раз за разом Черноморский флот оказывается некомпетентен и не в состоянии отражать нападения со стороны украинских формирований. Отреагировал на удар по кораблю и ведущий Первого канала Анатолий Кузичев. Он признал, что недооценивал украинскую сторону. Каюсь. Я сам ржал, когда укровоенные важно рассуждали о тактике тысячи порезов и так далее. Их флот «Два корыта» и «Наш» сравнили тоже. Ха-ха. А вот не ха-ха. «Если не возьмемся за ум, то сами себя уничтожим. Где защита Черноморского флота?» – спрашивали пропагандистка и бывшая советница спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова. Но ответа она не получила. Ведь Минобороны в связи с атакой на российский корабль выступила в традиционном стиле. Просто не стала ее никак комментировать. Отсутствие реакции особенно разозлило провоенных наблюдателей. О самой атаке официальной информации с российской стороны не поступало. Полагаем, что и не будет. На вопрос, почему русские корабли уничтожают один за одним, как в советском автомате «Морской бой», видимо, тоже отвечать никто не будет. Некоторые военные инфлюенсеры намекнули, что с такими темпами российский флот останется ни с чем и не сможет захватывать новые территории. Если все так и дальше пойдет по плану и положительно, то в Одессу погребем на самодельных плотах. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами.